Здравствуйте, в эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Сегодня губернатор Челябинской области вернулся к ситуации с задержкой выплаты зарплаты на челябинском предприятии «Уралавтоприцеп». Печальную историю отца четверых детей Дмитрия Дудкина при проведении прямой линии с Владимиром Путиным узнала вся страна. Борис Дубровский поручил своему первому заместителю детально разобраться в сложившейся ситуации. Выяснить, почему службы и правоохранительные органы не приняли своевременных мер реагирования при задержке выплат. Борис Дубровский поручил собрать всех ответственных, в том числе прокуратуру и инспекцию по труду. Губернатор отметил, необходимо понять, была ли у нас объективная информация о задержке зарплаты на данном предприятии. Или у нас ее не было. Были ли какие-то действия с нашей стороны? Если нет, то почему? Также Борис Дубровский дал поручение оценить действия руководителя предприятия в связи с невыплатой зарплаты работникам. Я был в диалоге с директором завода, и меня сильно удивило, что и директор завода-то, честно говоря, знал как-то очень примерно. Они собираются, как сказать, прием людей открыли, неких специалистов набирают. И почему-то при этом, и почему-то при этом сводят проблему, вот этот кассовый разрыв этого периода, который у них возник в первом квартале, в первом квартале, почему-то сводят именно на рабочих. И как только прозвучал звонок президенту, и деньги как-то нашлись. Детально разобраться в ситуации в недельный срок Борис Дубровский поручил своему заместителю Евгению Редину. Напомним, 14 апреля во время прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сотрудник «Уралавтоприцепа» Дмитрий Дуткин сообщил главе государства о задержках выплаты заработной платы на предприятии. Губернатор Борис Дубровский дал поручение своим подчиненным разобраться в ситуации. В тот же день руководство завода перечислило работникам долг по заработной плате. В МИАСе бомж едва не изнасиловал 15-летнюю девушку. Инцидент произошел в минувшую пятницу средь бела дня. История закончилась благополучно благодаря храбрости подростка и неравнодушных горожан. Инцидент произошел в 4 часа дня. 15-летняя школьница возвращалась домой через железнодорожный мост в Комарова. 50-летний мужчина без определенного места жительства подкрался сзади и приставил к горлу девушки нож. С угрозами расправы пытался увезти ее в лес для совершения полового акта. Но девушка оказалась не из робкого десятка и дерзко ответила мужчине, если хочешь убивай. Стала громко кричать, просила о помощи, звала на помощь. Не ожидавший отпора злоумышленник несколько раз ударил подростка по лицу, схватив девушку за волосы, попытался оттащить ее в ближайшие кусты. Однако крики о помощи услышали рыбаки. Увидев мужчин, насильник бросился в бега. Однако далеко идти ему не удалось. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили насильника в кустах. Следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного в части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Федерации и частью 3 пункта А статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он был допрошенным, был проведен весь комплекс следственных действий незамедлительно, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Уже в субботу Мясским городским судом данный мужчина был заключен под стражу. Известно, что свою вину он признал частично, а 15-летняя школьница приступила к занятиям от медицинской помощи и отказалась. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Как рассказали в следственном отделе, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Отсидев 14 лет, измельс лишения свободы вышел в 2013 году. Вопрос о беременности Алены Авдеевой перешел в суд. Сегодня в Мясском городском суде состоялось первое заседание. Алена Авдеева, жительница поселка Киалим, просит взыскать с больниц, обследовавших ее, сумму в размере 750 тысяч рублей. Подробности процесса далее в сюжете. В Мясском городском суде рассматривается дело Алены Авдеевой, жительницы поселка Киалим. Напомним, месяц назад молодая женщина, по ее собственным словам, в роддоме Мяса должна была родить двойню. Но после врачи заявили, беременности и детей не было, была лишь киста. После всех следственных проверок дело перешло в суд. Сейчас Алена Авдеева требует взыскать с больниц, в которых она обследовалась все это время, моральную компенсацию. С двух больниц я требую 500 тысяч в общем взыскать. Плюс штраф в размере 50%, то есть 250 тысяч. И также хочу, чтобы они попросили у меня просто прощения за все, что они сделали. Извинения, что у них, как говорится, с карабашской стороны врачебная ошибка, а с Мясом, что неаккуратно все сделано, без объяснения. Истица утверждает, что нанесенный ей вред в виде шрама на животе доставляет ей массу неудобств. Однако экспертной оценки качества услуг в деле нет. К слову, неделю назад стало известно, что Алена знала о своих диагнозах, в числе которых беременность не числилась. А сегодня она вновь отрицала свои слова. На заседании присутствовали ответчики и третьи стороны. Городская больница Карабаша и больница города Мяс. Комментировать ситуацию на камеру они отказались, но сообщили, что ответный иск за клевету пока подавать не будут. Представитель Истицы, юрист Елена Меньшикова, решительно настроена на победу в данном процессе. По мнению юриста, услуги врачей были некачественными и сумма компенсации вполне объяснима. Сумма запрошена в соответствии с требованиями о разумности и справедливости. То есть вполне такая сумма, которая соответствует данным критериям. Стороны подали ходатайство о привлечении свидетелей. На следующем заседании, которое состоится 25 мая, суд выслушает врачей, обследовавших и оперировавших Алену Авдееву. Мы будем следить за развитием событий. Суммы в платежных документах за электроэнергию, за общедомовые нужды зачастую выше, чем за собственные. Люди возмущены до предела. Энергетики сетуют. Все согласно показаниям приборов учета. С проблемами ОДН жители обращаются к депутату ЗАГСобрания Валихану Тургумбаеву. В кабинете депутата ЗАГСобрания Валихана Тургумбаева аншлаг. На повестке дня высокие счета за общедомовые нужды. На встречу пришли те, кто обращался к нему с проблемой ОДН лично во время приема граждан, а также письменно и по телефону. Народный избранник каждому разъясняет, как считают ОДН. В ОДН закладывается вся разница между общедомовыми счетчиками и потреблением, которое вроде как должно учитываться по счетчикам. Всю эту разность по сложившейся практике управляющая организация разбрасывает на всех собственников жилья пропорционально площади их квартир. То есть чем больше площадь, тем больше оплата. Порой эта разность даже превосходит общее потребление собственника по квартирным приборам учета. Именно это и вызывает до сих пор возмущение и непонимание населения. С подобной проблемой столкнулись и жители дома Менделеева 12. И вот мы все возмущались, возмущались, ходили, ходили, правду искали. Ну и ничего, пришлось вот и заплатить все это. А сейчас они так и продолжают нам предъявлять много и много и много. Люди возмущаются, плата за ОДН все так же растет. Хотя в каждом подъезде пятиэтажного дома установлены датчики движения, лифта нет, да и уличное освещение включается, когда темно. Хорошим аппетитом, по мнению одних, страдает компания «Челябинергосбыт». Другие считают, что само законодательство об ОДН необходимо доработать. Мы уже собирались у депутата Тургумбаева Валихана Русбайевича. Сама система начисления ОДН, она не отработана, она не продумана. К Тургумбаеву мы обратились с вопросом, чтобы навели порядок в расчетах, в первую очередь в расчетах за электроэнергию. В ходе встречи Валихан Тургумбаев поддержал жителей и отметил, что закон действительно нуждается в доработке. В чем именно, эту информацию он передаст в профильную комиссию законсобрания. Также он рассказал об опыте установки дистанционных приборов учета, с которых сведения поступают без участия жильцов и контролеров одномоментно. А ответы и новые вопросы будут обсуждаться на следующей встрече, которая должна пройти в расширенном кругу участников, где будут присутствовать и представители энергоснабжающей организации. Кузя Шмелькова, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Ум, честь, доблесть. Кто такие кадеты, сегодня объяснять не нужно. Дети в военной форме все чаще появляются на экранах телевизоров. Их часто путают с суворовцами. Тем не менее, кадетское движение зародилось в России уже давно. В прошедшие выходные на базе 18-й школы прошло открытие нового кадетского класса. На открытии присутствовали ветераны и представители ГИМС. Одним из почетных гостей стал также депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов. В семье Дарьи Фекличевой традиции передаются от поколения к поколению. Многие из отцов семейства прошли суворовское училище и связали себя с военным делом. Юный кадет Дарья последовала примеру своего отца. Уже сейчас она является ученицей 5-го Б кадетского класса школы номер 11. В будущее смотрит смело и ставит перед собой четкие цели. В дальнейшем хочу стать я военным следователем. Мой папа закончил свое училище в городе Екатеринбург, и я хочу пойти по его стопам, и поэтому пошла в кадетский класс. Поступить в кадетский класс порекомендовала Дарья и ее бабушка Светлана Георгиевна, для которой важно, чтобы внучка реализовала себя. Медицина и гражданская у них подготовка какая-то есть, расширенные исторические знания, значит, дают им. Ну, я считаю, что вот это вот все приведет к тому, что все-таки девочка вырастет, придет к своей цели, хочет быть военной, военным следователем, как она говорит, или прокурором. Вот что получится, посмотрим, но я думаю, что все получится. Кадетские корпуса – это не специализированные военные школы, а школы для подготовки высокообразованных граждан, которые могут проявить себя на военном поприще или выбрать другую службу на благо государства и общества. Торжественное открытие еще одного кадетского класса состоялось в прошедшую субботу, 16 апреля, в школе номер 18. Примечательно, что именно этот кадетский класс открылся под эгидой МЧС. В МИАСе, на базе 18-й школы, впервые по Челябинской области в частности, а может быть даже и больше, было принято решение о создании, значит, кадетского корпуса МЧС. Столько поскольку МЧС включает в себя два вида профессии – это пожарная и вода, поэтому наши кадеты будут иметь возможность изучать и подготавливаться по специальности пожарной. И вторая специальность – это морское дело. Для депутата от партии «Справедливая Россия» Василия Швецова проблемы образования молодежи являются одними из приоритетных. Сегодня, скажем так, детские классы, они организуются по инициативе представителей МЧС. Вот это очень важно тоже, я думаю, потому что дети, соприкасаясь с работой МЧС, естественно, будут так или иначе воспитывать в себе такое важное качество, как привычку просто и умение помогать людям. Нужно всячески просто приветствовать и поблагодарить тех инициаторов, энтузиастов, которые сегодня вышли с такой инициативой. Я думаю, здесь нужно им помогать всеми силами. В течение года новый кадетский корпус должен обзавестись собственной казармой, а на День Победы, до которого осталось не так много времени, юным кадетам будет вручено и собственное знамя. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Грамотность в массы. 16 апреля МИАС присоединился к всероссийской акции «Тотальный диктант». В этом году для проверки знаний был взят текст «Этот древний-древний-древний мир». Его автор – детский писатель Андрей Усачев. О том, как проходила акция в нашем городе, расскажем далее. Проверить свою грамотность решились люди разного возраста, от школьников до пенсионеров. Семья Колесников участвует в «Тотальном диктанте» уже третий год. Глава семьи Олег Александрович признается – хвастаться пока рано. Слишком серьезные требования грамотности участников. Но положительный результат, что называется, налицо. Три балла, честно говоря. Конечно, в школе и в институте были высшие оценки. Но, я говорю, очень жесткие требования. Неправильно, нечего занижать планку. А то смотришь на результаты ЕГЭ, с каждым годом они все ниже и ниже. При поступении в институт это вообще-то не должно быть. То есть, человек образован, он должен иметь качественное образование и должен действительно и сам это образование, по сути дела, достигать. Оценка за диктант складывается из нескольких составляющих. Организаторы акции в МИАСИ пришли к выводу, что в этом году участникам будет проще получить высший балл. В прошлом году текст Евгения Водолазкина показался нашим читателям и нашим преподавателям очень трудным. Поэтому успешно справились с диктантом около половины всех участников. Но мы не ставим какую-то цель именно оценить акты участников. Мы ставим цель собрать их вместе и задуматься именно о культуре грамотного письма. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция. За 12 лет существования диктант превратился в масштабное международное событие. В 2015 году акция прошла в 549 городах России и мира. Охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 тысяч человек. Цель акции проста – прилечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Цель у нас одна большая, прямо-таки глобальная. Мы хотим, чтобы все писали грамотно. Чтобы писать грамотно было модно. Чтобы читать газеты, журналы, вывески на улицах, можно было спокойно, не видя там никаких ошибок. Акция эта уже переросла даже в всероссийскую. Она теперь проводится и в других странах мира. Организаторами ее изначально был Новосибирск. И в этом году диктант проводится в 13-й раз. Результаты участники акции могут узнать на официальном сайте totaldict.ru Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС.